В ноябре прошла онлайн-конференция «Право и цифровые технологии. Шаг вперед». Организатор конференции – Юридический институт ЮРГУ, Университет Центральной Флориды и Бразильский университет Кандида Мендес. Предметом обсуждения стали самые разные вопросы, посвященные правовым регулированию искусственного интеллекта, внедрению цифровых технологий в юридической деятельности, ну и, конечно, вопросы, связанные с криминализацией и борьбой с преступностью в этой сфере, в сфере цифровых технологий, поскольку всякая технология, к сожалению, порождает обратный негативный процесс с попыткой ее криминализировать. По словам организаторов, уникальность данной конференции в том, что эксперты могут обменяться и услышать мнения ученых из разных уголков мира и стран-лидеров цифровых технологий и обсудить совместные исследования. Вопросы взаимодействия права и цифровых технологий крайне актуальны, потому что цифровизация уже оказала влияние на все сферы нашей жизни и, конечно же, право в стороне не остается. Оно вынуждено трансформироваться, поэтому, чтобы быть современным юристом, нужно крайне важно изучать, как право взаимодействует с цифровыми технологиями и как цифровизация его трансформирует. На участие в конференции подали около 120 заявок. Спикерами выступили 78 ученых из Бразилии, США, России, Индии, Польши, Италии, Великобритании и Румынии. Сотрудничество с юридическим институтом ЮРГУ началось в 2020 году, когда я и Елизавета Громова приняли решение создать международную исследовательскую группу «Право и цифровые технологии. Международные и сравнительно правовые перспективы». В нее вошли студенты и опытные исследователи из семи стран мира и 16 университетов. Для развития исследовательской деятельности, формирования новых коллабораций и повышения публикационной активности, мы решили провести конференцию «Право и цифровые технологии. Шаг вперед», в которой приняли участие 108 ученых из Бразилии, России, Италии, Индии, США, Румынии и Польши. Мы планируем опубликовать коллективную монографию, и я верю, что наше сотрудничество с Елизаветой Громовой, Еленой Титовой и ЮРГУ продолжится в дальнейшем. Организаторы подчеркивают, что на данный момент правовое регулирование искусственного интеллекта находится на стадии становления, но уже сейчас искусственный интеллект используется для многих сфер жизни, в том числе и юриспруденции.